Мочекаменные болезни в современном мире, к сожалению, проблема нередкая. Многие пациенты нуждаются в длительном лечении. Из них порядка 40% в стационарном. Новый аппарат, появившийся в Брестской областной больнице, позволит эффективно проводить сложные оперативные вмешательства. Закуплен новый фиброуретероскоп. Вот я его держу в руках. Он немножко напоминает фиброгастроскоп, только маленьких размеров. Значит, ну, видите, что здесь вот на кончике тонкий канал. Через один канал освещение подается, через другой идет видеосигнал. И через третий канал идут или тонкий какой-то инструмент просовываются, или световод для лазерного дробления камней. На томографии иллюзий ничего не показывает, однако что-то медиков все же настораживает. Значит, следующая процедура проходит именно в этих стенах. В стенах обновленной операционной. Здесь уникальный в своем роде прибор, благодаря своей гибкой структуре, позволяет просматривать те зоны, которые не давали возможности увидеть эндоскопы более старшего поколения. Старые аппараты у нас были жесткие, то есть он прямой, и мы только видим то, что впереди. Благодаря этому аппарату мы можем зайти в любую часть полостной системы, то есть в любую чашку. То есть вы видите, что кончики очень подвижные, то есть двигаются в разную сторону. Современный эндоскоп появился в областной больнице благодаря японской программе. В Беларуси этот проект помогает людям, пострадавшим от аварий на Чернобыльской АЭС.